Твой портфель в целом просел в районе 20%. Акции я большую часть продал и купил недвижку, но уже в Дубае. Недвижимость в 2022 году это лучший финансовый инструмент. На P начинается, на K заканчивается. В этом плане недвижимость прямо класс. И нашел проекты, которые могут давать и 9, и 10%. Больше миллиардами принес биткоин, понимаешь? Welcome to Казахстан. В чем магия Дмитрия Черемушкина? У нас уже январь 2023 года. И я думаю, что можно будет подвести какие-то итоги 2022 года. Но у меня вначале есть первый вопрос. Что тебе больше всего запомнилось в 2022 году? Самый сложный вопрос, потому что было столько всего. Наверное, все-таки переезд в Дубай. Потому что мы и находимся сейчас в Дубае. Поэтому самозапоминающийся. Конечно, жизнь поменялась очень круто. Но при этом, на самом деле, как будто и все осталось в прошлом. В будущие месяцы они соединились и что-то новое, интересное. Поэтому, да, переезд в Дубай. Но при этом ожидания 2023 года, наверное, более положительные у тебя, чем от 2022? От 2022 у меня были, с одной стороны, достаточно неплохие ожидания. Вначале? Да. Вначале, ну, потом, конечно, начались все геополитические разговоры. Там прения, встречи консилиума Россия-НАТО. Там Россия-Ультиматума началась закидывать. Притом серьезными, явно невыполнимыми. Ну, то есть, и уже в январе я уже начал чувствовать, что что-то все катится куда-то. И уже начал готовиться. Уже начал распродавать портфель по чуть-чуть. Поэтому, скажем так, в конце декабря я как раз чувствовал себя хорошо. Потому что я закончил ремонт там в своем доме. И вот в конце декабря в него въехал 31 декабря. Наконец-таки у меня было прекрасное настроение. 2021 года. 2021 года, да. Уже там, когда прошло первые там несколько дней, там, не знаю, 3-4 января, все политики вышли из комы своей запойной и решили опять ту же песню завести. Все, все, все пошло к чертям. Получился максимально интересный год. Очень интересный, да. Слава богу. Надеюсь, он больше не повторится. Но при этом в финансовом плане он для тебя оказался не очень интересным, да. То есть в куларном разговоре ты мне говорил, что условно там твой портфель в целом там просел в районе 20%. Понимаю, что все абсолютно разные портфели у тебя что-то диверсифицировано. Но вот какой итог с финансовой части? То есть 22-й год прошел. Мы раньше все инвестировали, выстраивали стратегии на фондовом рынке, покупали облигации, диверсировали портфель. А по итогу ничего не помогло. Смотри, я сегодня 2 января только. То есть мы только пришли в себя. И где-то через недельку я буду подводить итоги в целом по всем портфелям. Потому что у меня есть российский портфель, есть американский, есть европейский, азиатский портфель. Есть недвижимость. То есть надо все это собрать в единый Excel-табличку, посчитать стоимости, переоценки и так далее. Плюс дивиденды, которые пришли. И уже подвести финальный итог. Но примерно так вот по ощущениям. То есть я примерно вижу цифры. Это мои ощущения, исходя из анализа, цифрового анализа. Российский портфель у меня просел где-то на 27%. Примерно такого же размера был американский портфель. Он плюс 20%. Европейский где-то в нуле, а азиатский где-то тоже там болтается. Плюс-минус может быть. Либо плюс 2-3%. Минус 2-3%. Недвижимость. Вот я прям вижу, что там российская недвижимость. Имеется в виду, я в российскую недвижимость не инвестирую физически. Я инвестирую через закрытые паевые инвестиционные фонды. Там прирост в дивиденды плюс амортизация. То есть прирост капитала где-то сейчас 18-20%. Я вот с утра сегодня смотрел, прямо обалдел. Вот, отчасти. И в итоге, где-то я думаю, мы сойдемся с небольшим плюсом. Плюс 3-4% прирост капитала. Это с учетом дивидендов. Где-то потерял, где-то заработал. То есть условно в ноль закрываем 22-й год. То есть это неплохо с учетом того, что происходит у нас. Но в ноль это очень хорошо. Ну то есть как бы... Да. Капитал остался примерно на том же самом уровне. Ну так по ощущениям. При этом все равно был какой-то дивидендный доход. Дивидендный доход, конечно, был. Я его вытаскивал. Сейчас я полностью в 22-м году, начиная с марта месяца, весь дивидендный поток я вытаскиваю со всех брокеров и консолидирую на банковских счетах. Ну вот ты сказал про недвижимость. То есть все везде тоже кричат, что не инвестируйте в недвижимость. И не за пифы, и не рейты, и не инвестируйте не в бетон. То есть есть много разных моментов, что недвижимость это плохо. И недвижимость в 22-м году, на мой взгляд, все равно показалась довольно хорошо, как стабильный инструмент. А, наверное, в рамках дивидендного дохода недвижимость в 22-м году это лучший финансовый инструмент, с точки, сколько дивов можно было получить за год. Но ты сказал, что у тебя инвестиции тоже в недвижимость дали прирост. Можешь здесь чуть поподробнее нашу аудиторию сказать? Да, у меня есть, сейчас это самая крупная инвестиция в России, это осталась недвижимость. Даже не акции, не облигации. Облигации я все продал тоже на недвижку. Акции я большую часть продал и купил недвижку, но уже в Дубае. То есть вот такая часть была. И то, что сейчас есть, я говорю, это закрыты в России, это закрыты паевые инвестиционные фонды недвижимости. Преимущество в том, что они ликвидные. Ты можешь как продать всю свою долю у нее, так и кусочками продавать что-то, если надо деньги где-то вытащить. Во-вторых, дивидендная доходность где-то около 10%. То есть это лучше, чем купить однушку в Биберево и сдавать ее под 5 годовых. Там не будет 5, там будет 3. Вот, да. 3 годовых в лучшем случае. Условно, да. То есть, наверное, где-то московская недвижимость дает в среднем где-то 4-5, ты поправишь меня. У тебя 4 до 6% в зависимости от однушки студии, но в Биберево классическая однушка, бабушатник, это 2-3% годовых. Не завышай показать. А у меня, получается, склады, у меня, получается, ритейл, склады, ритейл, плюс чуть-чуть офисных зданий через ВТБ, ПИФ, процентов 10 офисов. И это дает сейчас где-то кто-то 12, кто-то 9, но где-то мы сходимся, где-то вроде 10%, плюс выплаты у большинства из них ежемесячные. То есть, я денежный поток получаю каждый месяц, как ты бы сдавал в Биберево свою однушку, только у меня нет гемора с управлением, тем более, находясь за рубежом с этим всем делом. То есть, денежные потоки приходят, ты их выводишь, тратишь, и все. Плюс они хорошо сейчас пошли еще в рост. То есть, этот год все, то есть, сначала, когда у нас акции просели в начале года, да, сильное падение по акциям, по 30, по 50%, эти ребята чуть-чуть таки ап, процентов на 5, на 7 попадали. И очень быстро, через 2-3 месяца, восстановились полностью, а некоторые пифы, наверное, называть тут нельзя, чтобы рекламировать, но на P начинается, на K заканчивается. Вырос еще, сейчас я, например, прикидываю, у них стоимость числа актива была 1700 рублей на PAY, сейчас в районе 2000 он стоит, то есть, он 20% прироста дал. Это самая большая позиция, половина портфеля у меня в нем лежит. То есть, он просто 20% прирост. Другие остались где-то там на тех же уровнях, но в целом, по-моему, сейчас не один, который, да, не один, не упал там больше 5%, сейчас даже многие говорят в плюсе. Плюс все это время они дивиденды платили, 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 в трое время, как российские акции, половина отказалась от выплаты дивидендов. Кто-то боится платить, потому что деньги не хотят показывать, что у них есть, как государство ЦАП, ЦАРАП, сразу захочет забрать их. Типа, мало вас обложили, давайте еще вас обложим. То есть, в этом плане недвижимость прямо классная, то есть, ликвидность, доходность, сопротивление к всем этим событиям политическим и так далее. Это самое интересное, мне недавно знакомый из Дубая тоже звонит, это в ноябре мы созванивались, говорит, Витя, как дела, что у вас там, все плохо? Я говорю, как все плохо? Вот я живу в новом ЖК, в бизнес-классе, у меня дом недавно сдался. Я говорю, и за последний месяц, октябрь и ноябрь, у нас открылось 4 либо 5 магазинов в стрит-ритейле. Ну, то есть, там, условно, все равно, то есть, условно, приходит бизнес, когда кто-то выехал, да, заехал другой, заехали, там, не знаю, стабильные барбершопы, заехал какой-нибудь, там, магнит, да, у нас магнит-косметик в бизнес-класс заехал, да. То есть, заезжают, то есть, освобождаются более дешевая площадь, но заезжает все равно какой-то бизнес, да, наверное, они планировали, не знаю, там, сдавать, не знаю, условно, там, 100 тысяч рублей за квадрат, а получают 90 тысяч рублей за квадрат, ну, какую-то условно. То есть, они стали там чуть меньше получать, вот. Есть ли у тебя инвестиции в стрит-ритейле? То есть, сейчас есть огромная тема с коллективными инвестициями, которая под контролем ЦБРФ, да, то есть, один парень тоже у нас был на канале, рассказывал про коллективные инвестиции, про стрит-ритейл, тоже там и капитал растет. Делаешь ли такие инвестиции? Как ты к ним относишься? У меня есть три ритейли через запифы. Через запифы. Пока, да. То есть, там есть варианты через акционерное общество заходить. Но у меня просто уже пока в моменте я новых инвестиций в Россию не делаю. В связи с тем, что непонятно, что будет дальше. А вот те деньги, которые были, они в запифах остались. Там вроде все более-менее нормально. То есть, там опять же эти перекрестки, пятерочки, они себя чувствуют неплохо. Мы делаем аналитику. Мы делаем аналитику X5 Retail Group. Это вот перекрестки, да, это пятерочки. У них в целом, если мы берем в целом, не какую-то отдельную точку, в целом все прекрасно. То есть, вот последние отчеты за третий квартал говорят, что у них там рекордная прибыль, рекордные выручки. И платят за аренду в процентах. То есть, инфляция, цены на продукты выросли, выручка у ритейла X5 там выросла. Следовательно, больше платят денег за аренду, потому что аренда всегда это фикс плюс процент от выручки. Да, и вот в этом плане хорошо, что у тебя хорошие объекты в портфеле твоем инвестиционном, который действительно, там у тебя будет расти выручка, вместе с инфляцией у тебя будет расти доходность всего этого дела. Плюс, по складам поговорим отдельно, складов в России не хватало на конец 21 года, был дефицит складов. Сейчас дефицит вроде как там устранился, но где-то с ром паритет. И там тоже все хорошо. Поэтому, не знаю, кто там что говорит. Может, если вы купили бы какую-нибудь квартиру в середине, в июле, сейчас бы цена была бы ниже. И вы там начали бы ликвидность. Я в мае купил. До сих пор нет таких низких цен. Но это отдельная история про недвижимость. А вот многие из фондового рынка стали убегать в этом году и стали выводить деньги. Кто-то выводил деньги в дубайскую недвижимость, покупал, да. А кто-то, вот прям последний кейс, не самый глупый человек, заработал на фондовом рынке около 2 миллионов долларов. Ну, то есть, собрал там капитал, чтобы понимать там портрет. И моему недавно знакомому пишет такое сообщение. Говорит, слушай, что продать из моего портфеля, там скидывает список, что у него там в портфеле, нужно срочно 1,5-2 миллиона рублей. Говорит, а зачем тебе нужно 1,5-2 миллиона? Я, говорит, слышал, что у самолета можно купить квартиру с отделкой, однушку за 10 миллионов рублей в нулевую ипотеку. И как бы это выгодно. То есть, нулевая ипотека на 30 лет, вроде там 10 лямов, сдают через пару лет. И, соответственно, можно будет потом сдавать квартиру, получать доход. Как ты относишься к таким беглецам с фондового рынка? Что ты думаешь вообще по поводу такого инвеста под нулевую ипотеку? Нулевая ипотека, она прикольная вроде как, да? То есть, я изучал эту тему, тоже была такая идея. То есть, нулевая ипотека, сейчас ее закрыли, насколько я знаю. Да, будет 3% сейчас. Да, да, да. Слава богу, Эльвира Набюрина, она молодец. Она интересна, некоторые пользуются этим. То есть, я вот разговаривал недавно с одним своим знакомым, который инвестирует в недвижку, он под это взял. То есть, он говорит, Дима, это классно, если у тебя, типа, долгосрок, по-моему, инвестиции, это классно. Если краткосрочно, это неинтересно, потому что, по сути, все проценты, они тебе наваливают сверху. Сразу. Да, да. Но, типа, зато у тебя ежемесячные платежи маленькие, и это хорошо. И здесь как раз в рост. То есть, если 30 лет реально ты будешь держать, скорее всего, в рублях это все вырастет. Скорее всего. А в долларах это может в 3 раза упасть. Но никто же не думает об этом. Ну, ладно. Поэтому здесь, наверное, в долгу я бы, если я действительно хочу лет хотя бы 10-15 подержать, я, возможно, воспользовался бы этой темой. Убегают они, потому что не понимают, что будет с фондовым рынком, потому что рубль не девальвировался сильно. То есть, у нас российский фондовый рынок, это, прежде всего, экспертная компания. Это нефтянка, это металлы, это удобрения, сельскохозяйство. И здесь из-за низкого рубля у тебя доходности у них упали. Вот. У них сейчас, как бы, так себе. И он пожалеет, что купил квартиру, если у нас рубль скаканет к доллару, когда-нибудь до 120. Прозвольет следующая вещь, что у нас рубль в 2 раза девальвируется. Нефтяники, металлурги, агро, химическая промышленность у тебя сразу становится мега богатой. У них расходы в рублях. Рабочим можно, как платили, 30-ку. Ну, ладно, 33 буду платить следующим годом, чтобы не обижались. 13% добавить, там будет 34. Да, чтобы не обижались. Пролетариат, он, как бы, нормально. Куда ему деваться, да? А ты при этом, ну, как владелец, там, какого-нибудь металлургического комбината крупнейшего, сразу 2x в рублях получать начинаешь. А то и 3x, там, ничего, конечно, режим такой получается. И ты сразу начинаешь платить дивиденды, и государству на забери, короче, подавись, и, там, акционеры мелкие подавитесь, и, там, много денег у них получается. А у него недвижка, ну, она, может, в моменте чуть-чуть подрастет на фоне какого-то там всплеска. Влеск будет, как в восьмом году. Вот это короткие в четырнадцатом, вот эти два всплеска, а потом ровно до этой точки все равно уйдет, если не ниже. Да, да, ну, вот у тебя там депозиты они поснимают резко, там, купят опять недвижку, но опять накупят, а потом кому-то продавать, да? У тебя так раз, плюс, там, 5-7% вырастет недвижимость, но при этом экспортеры у тебя вырастут 2x, а то, может, и 3x вырастут. Вот в этом вся и суть. Поэтому, когда у тебя неопределенность, люди, конечно, ждут, 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 такие думают, блин, все, там, все это фигня, пойду-ка недвижку куплю. Но недвижимость, она ближе к человеку, потому что ее можно потрогать, вот, да, стены есть, как бы, вот она настоящая, она здесь. Документ. Документ, да, сертификат, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я бы сказал так, это можно сделать как часть портфеля, да, то есть как часть портфеля, окей, это для личного спокойствия, потому что фондовый рынок может закрыться, вот мы это видели, 20, какого там, 28-го или 27-го февраля закрыли. Ничего не работает, да. Да, и у тебя ты не можешь не продать ничего, единственное, ты, наверное, можешь получать дивиденды, но когда у тебя фондовый рынок закрыт, значит, настолько писет в стране. Тут не до выплаты дивидендов, хотя купоны по облигациям начислялись, по рентным, по-моему, тоже они начисляли, только дивиденды никто не проводил. Вот, поэтому часть портфеля, да, можно вывезти, как я сделал, в принципе, я купил, просто я единственное, купил недвижимость в валюте, то есть риски того, что рубль может девальвироваться, они высокие, все будет зависеть от цен на нефть. То есть цены на нефть упадут очень сильно, если эти страны G7, там, и присоединишься к ним, товарищи, действительно будут давить эту повестку, что выше, там, 60 долларов не покупать российскую нефть, а потом эту планку начнут плавно понижать до, там, 55, до 50, и в Россию будет поступать меньше валюты. У тебя рубль девальвируется просто потому, что валюты стало меньше поступать, а импорт у тебя, народ хочет покупать себе и машины, да, там, и технику китайскую и так далее. У тебя импорт будет, если оставаться на том же месте, у тебя точно девальвация происходит, притом серьезнее, чем мы видели вот это последние, там, недели. Поэтому здесь лучше иметь, если у тебя, если ты живешь в России, российская часть активов, но недвижимость, пока есть, пока рубль, еще раз, пока рубль очень такой крепкий был, сейчас уже он чуть так обмяк. Уже 70, да. Уже 70, но это еще терпимо, это еще терпимо. Все-таки в каких-то, если такая возможность есть, какие-то валютные активы, допустим, та же самая недвижимость, Дубай, это уже такая очень раскрученная тема, хотя это огромный рынок, он будет развиваться все больше и больше и больше, но если где-то еще есть возможности купить, да, если вы там не перевариваете, к примеру, Дубай, потому что действительно, там, слишком много паразитировать стало народу в последнее время, там, со всех челед, этот Дубай торчит, ну, не знаю, где-то еще, где у вас возможности, в Европе я бы не стал, наверное, в Америке тоже, там, визу не получить, ну, подумайте. Welcome to Kazakhstan. Казахстан, ну, нет, это тоже, это все мягкие валюты, понимаешь, все это все мягкие, то же самое, еще хуже может произойти, там, поэтому надо искать, действительно, валютные такие моменты, но кто как на что сможет. Но, вот, поделись своим кейсом дубайским, да, то есть, по факту, ты продал свои акции, ну, не все части, ну, часть продала, часть акций, и ты купил недвижку за кэш, без всяких здесь рассрочек, и при этом ты взял на вторичном рынке, то есть, весь дубайский. Нет, построенный на первичном рынке. На первичном рынке, да, у застройщика. Да, то есть, в это было. То есть, ты не влезал, там, в эти поймант планы, в рассрочки, отсрочки, то есть, ты взял готовую недвижку, чтобы сдавать ее в аренду. Какие результаты? То есть, можешь поделиться реальными, настоящей, чистой вот этой доходностью, да, потому что в любом офисе продаж 10%, а кто-то и разные блогеры 16 годов их где-то называют, но, видимо, они живут в каком-то другом, параллельном Дубае. Ну, давайте расскажу, значит, во-первых, я не являлся никогда профессиональным инвестором в живую недвижимость, вот, знаешь, отбираешь районы, отбираешь, там, детские сады есть, школы, и такого я никогда не делал, я всегда инвестировал в недвижимость, ну, не всегда, но практически всегда, через фонды, фондовый рынок мне проще, это ликвидность, как я сказал, клик-клик-клик, ты купил, короче, а там уж типа умные ребята сами отбирают, что им покупать, как бы ты их работал, вот, я полагаюсь на их. А здесь получилась двойная проблема, во-первых, это апрель месяц, значит, ты не понимаешь, что с санкцией будут, все кричат, что завтра свифты перекроют, все кричат аналитики, умные экономисты, что России экономический коллапс будет уже завтра, вот, только вот фондовый рынок открыли, то есть, ну, то есть, он закрыт был, то есть, действительно, ситуация кризисная, крах, по сути, и вот в этом стрессе, ты такой, должен часть, как бы, капитала перераспределить таким образом, чтобы его не потерять тоже, ну, окей, ты выведешь из России деньги, а потом, бам, с тебя тут прихлопнут, понимаешь, я слышал, что в Европе блокируют там кому-то недвижимость, санкции попадают там, вот в эту ситуацию, и понимаешь, что будет с этими деньгами в России, да, там, не знаю, такая нетипичная ситуация, поэтому я под большим стрессом тут выбирал недвижимость, я потратил на это национальный месяц, но я думал, у меня двойное направление было недвижимости, первое, это инвестиции, действительно, чисто инвестиции, чтобы получать пассивный денежный поток, и второе, это возможность в ней, если что, жить, то есть, подумал, ну, окей, мы, если здесь бизнес делаем, то я, возможно, и пожил бы в этой, поэтому я выбирал не столько чистой инвестиции, сколько двойное назначение. А двойное назначение это не очень хорошо, потому что инвестировать там, где ты бы хотел жить, не очень хорошо. Потому что, как правило, уже хорошо развитый район, все там зелено, красиво, уже народ живет, и там уже upside очень небольшой. И доходность уже низкая. Поэтому я инвестировал в район, где уже все развито, где уже цены выросли, где уже все хорошо. Из-за этого доходность сейчас, по факту сдачи, получается 7% это грязная доходность. За вычетом сервис-чарджер, то есть обслуживание всего дома, где-то получается 5,8-5,9%. Ну то есть условно 6% 6% ты получаешь. Наверное, если бы ты рассуждал с точки линии инвеста и взял бы там что-то на ключах, ну не на ключах, а что-то, что строится, может быть чуть подешевле, то, наверное, добавим плюс 20%. То есть, ну получается, было бы 7,5%. 7-8% я потом, когда все уже закончилось, успокоился, я сейчас летом и осенью начал смотреть проекты и нашел проекты, которые могут давать и 9, и 10%. И они уже либо сданы, либо вот сейчас сдаются следующие 6 месяцев. То есть, 10% проектов таких можно найти. Они будут, правда, извини, когда я говорю там 10, и многие такие, да что, это какие 10? На самом деле, это просто проекты, где будут жить не европейцы, да, или там, или россияне чаще всего, а будут жить ребята, допустим, из Индии. Индусы, да. То есть, да, это вот клерки, которые здесь в банках работают, еще что-то, и такие дома стоят дешевле, да, при этом у них есть и бассейн, и парк, паркинг, и нормальный лобби, тоже все нормально, он чуть просто пониже, чуть уровень и находится в районах чуть подальше от центра. Вот такие объекты 10% дают, но такие районы не любят русские, да, русские любят Дубай-Хиллз. Они любят Дубай-Хиллз, они любят Марину и так далее. То есть, они туда даже не ездят смотреть. Понимаешь, что какая чернь там будет жить, да, то есть, вот такое. Поэтому, если хочешь большую доходность, покупай в таких домах, они говорят, нормально, абсолютно. Вот, да, там просто не будет европейцев. Я знаю, где можно 10% доходность получить в твоем любимом районе GLT, да. В GLT есть долгострой, который сейчас достраивают и по рынку же однушки около 1 миллиона дирхам, а там сейчас по уступке 500-600 тысяч и ключи в следующем году. То есть, в этом году, в 2023. Надо же. Еще пеймент плана есть? Нет, пеймент плана никакого нет. Хотя, надо уточнять, это все-таки достраивает долгострой. Да, достраивает долгострой, есть определенные риски, но как бы даже, как бы, не самому финансовому образованному человеку может понять, что если готовый район, в нем все по миллиону, это там условно 500-600 тысяч дирхам, то есть, в GLT рядом метро, да, хорошая там аренная доходность, да, в целом пешком, да, прогуляйся там до Марины, то есть, отличный район и есть определенная возможность, но, как всегда, есть риск, непонятно, что достроят, да, то есть, непонятно, что получится. Опять же, на счет застройщик, если застройщик нормальный, тогда достроит. Если бы ты мог... А, забыл сказать, извини, что еще прирост был все-таки с апреля на текущий момент. Прирост капитала. Да, эти объекты стоят порядка 10% прироста, то есть, у меня превосло 10%, плюс эти полгода, там, 3% заработано и, конечно же, я покупал, когда рубль, я покупал рубли, точнее, продавал рубли за 64, там, за 63, за 64. Вот сейчас, при курсе, когда он был в момент 73, у меня аж 20% прироста было. Но не 53. Нет, 63. Нет, тогда вообще было бы шикарно. В итоге, получается, прирост в долларах, там, 10%, 3% уже сейчас заработано на сдаче, и плюс в рублях еще переоценка получилась почти 20%. То есть, там, у тебя больше 30% в рублях прироста. Это как вопрос, он хочет купить у самолета в рублях объект. Да, да, потому что, в моем понимании, это все истории, если к ней вернуться, да, по поводу, там, купить у самолета, там, продать сейчас акции и купить у самолета квартиру за 10 миллионов в области где-то, хоть и с отделкой с ключами 2023, 2024, 2025 год, максимально глупая, там, идея. Здесь можешь купить, в области. Да, здесь лучше уже купить в какой-то условной, как мы называем, там, коммунарке, да, там, под какие-то, там, задачи, и, скорее, человек и там, там, на панике, там, потерял, да, и еще на недвижимость влезет в незнакомый рынок, где еще, там, потерять деньги, там, на недвижимости. Возникает вопрос, а если бы можно было, вот, так сказать, заглянуть на год вперед, да, но по итогам 22-го пока еще года, вот, подведем итоги, то есть, что бы ты сделал по-другому, да, вот, если бы ты, не знаю, мог бы назад вернуться, да, и ты понимал, что курс, там, путь стабилизирует, да, что, в целом, Россия не рухнет, то есть, что бы ты, наверное, переделал, мне интересно. Практически ничего, наверное, если бы, ну, прям, совсем я не знал бы, прям, что курс будет 53, конечно, это никто бы не мог знать, наверное, я бы начал продавать чуть больше и чуть раньше, то есть, вот, эта вся нервотрепка, то есть, в декабре начинается, вот, эти, там, Запад все виноват во всем, давайте, НАТО отодвигайте к границам 97-го года, что, ну, звучит явно нереалистично, ну, и мы слишком недооценили вот эти риски, то есть, мы думали, что это всего лишь там, как последнее китайское предупреждение, то есть, в этом прикол, что Китайцы все время последние, говорят, и они потом последние, потом, и так, 50 лет, они Тайване делают последнее китайское. Да. И мы думали, что российские политики тоже делают последнее китайское предупреждение, которое будет опять длиться годами, и это просто попытка надавить на запад. Оказалось, что это уже действительно последнее предупреждение. И я начал чуть-чуть продавать, и надо было больше продавать. То есть, действительно, уже рынки были на хаях, недалеко. Надо было в какой-то момент просто фиксить часть прибыли, надо было треть портфеля хотя бы закрыть. Но мы же инвесторы, даже когда рассказываю на YouTube, мы говорим, нужно долгосрочное инвестирование. Но поскольку мы работаем в России, если посмотришь индекс РТС, это такое движение, вот такое, гадаем. То есть, последние десятилетия, это боковое движение. То есть, Россия и многие рынки, нужно периодически, когда они вырастают, нужно их фиксить, вот реально фиксить. То есть, не ждать, когда у тебя там все это в космос улетит, to the moon, как говорится, надо периодически вот это фиксить. И вот это главный такой урок 22 года, что если у тебя вырос актив, очень хорошо вырос, надо что-то фиксить и ждать, когда будут просадки под другим активом. И включать сериальчик. Да, надо просто иногда сидеть в кэше, ну там кэш припарковать, естественно, чтобы он проценты давал какой-то, но надо иметь терпение спокойно ждать. Вот, поэтому я бы продал больше бы и посидел бы где-нибудь до июня, июля месяца, когда вот рубль уже 53, и вот тогда продавать вот эти рубли, да, и покупать доллары. И уже там, может, чуть опоздал бы с недвижкой, но ничего страшного бы не было. То есть, свифты не рухнули, видишь, как бы пока. Ну, я думаю, они рухнут в какой-то момент, поэтому тут времени тоже немного. Но в чем тогда успех? Ну, то есть, вот у тебя в целом там портфель не сильно просел, да, чувствуешь себя замечательно, комфортно. То есть, в чем магия Дмитрия Черемушкина? Диверсификация помогла. То есть, действительно, я об этом толдычу на всех своих стримах, аналитике, везде, где мы как-то выступаем публично. Говорю, диверсификация, потому что есть куча народа, который инвестировал только на российский фондовый рынок, естественно, еще с плечами. Многие потеряли полностью свои средства, многие разочаровались. То есть, те, кто пришли только в конце 2021 года, они сейчас как раз первые сваливают с рынка. Потому что они же пришли за халявными деньгами, и они только вложили, и тут же обвал. Они такие, ааа, что нам делать? Все это лохотрон надо валить отсюда, да? А магия заключается в том, что тайминг, то есть, тебе в какой-то момент, я в 2014 году начал инвестировать на фондовый рынок как инвестор. А это прямо дно санкций, а это последние 5-6 лет, это постоянный рост. Поэтому мне просто повезло в тайминг попасть в хороший, то есть, вот эта волна как раз вниз, и мы начали. Россия скоро тоже припадет туда, или может уже мы находимся, мы не знаем точно. То есть, где-то, я думаю, в 2023 году это днище по российскому рынку будет. Поэтому те, кто как раз не сваливает с фондового рынка, а наоборот, в какой-то момент правильный участок, в течение года, сможет вложиться, скорее всего, они тоже последующие 3-5 лет могут попасть на хорошую волну роста. Девальвация ли будет этому, либо какие-то рыночные преобразования, которые могут в России случиться после окончания моего действия, подписанного мирного договора, как раз это может быть рассвет опять России. И это в этот момент как раз хорошо будет проинвестировать, а не уходить со всего этого дела. То есть, диверсификация, ближе отвечая на вопрос, то есть, у тебя должны быть деньги припаркованы в разных юрисдикциях, в разных местах, это первое, в разных валютах, в разных классах активов, то есть акции не обязательно, акции, реальная недвижимость, бумажная недвижимость, облигации, золото, биткоин. Вот это моя ставка, наверное, на следующие 20 лет, это биткоин. Потому что, когда многие все-таки печатают денег очень много, в какой-то момент постепенно, а биткоин не печатают, его на самом деле теряют, его все меньше и меньше будет. То есть, может быть, как раз биткоин, через 20 лет мы с тобой встретимся на моей яхте, где-нибудь проплывая, не брал тар, буду давать тебе интервью, как я разбогател. И ты меня спросишь, Дмитрий, неужели недвижимость или акции дали тебе миллиарды? Я скажу, там каких-то осталось пару миллионов долларов, больше миллиардами принес биткоин, понимаешь? То есть, вот эта диверсификация от криптовалют до облигации, до реальной недвижимости, до золота, золото может в следующем году очень сильно вылететь. То есть, там многие прогнозируют 3 тысячи, потому что ставки начнут снижаться. Наличное золото или тройская унция? Тройская унция, да. То есть, у тебя, если ставки начнут в 2023 году начать даже намекать, что они будут снижать, у тебя золото может очень легко в космос улететь, потому что напечатали так много денег, так еще и ставки пойдут вниз, золото может хорошо вылезти. Так же, как и биток, то есть, вместе с золотом биток может пойти. Поэтому, все вот это, да, класс активов в разных валютах, в разных местах хранения, потому что меня тоже заблокировали активы, на самом деле. Даже вот эти с блокированием активов, там несколько миллионов рублей, я просто пока заблокировал. Даже с теми потерями все равно, во. Что ты думаешь по поводу высказываний против биткоина? Хотя, действительно, многие сейчас как раз и диверсифицируют свой портфель криптой. Ну и в целом USDT сейчас помогает работать экономике без свифтов. Да, давай отвечу. Есть несколько таких точек, которые должны наши зрители узнать. Во-первых, Баффет, он старой школой. То есть, он инвестирует то, что ей, так называемое value, да, имеет внутреннюю стоимость. То есть, какой-то завод производит Coca-Cola, Coca-Cola известна, она продается, она генерирует денежный поток, и это для него ценность. То есть, он адепт старой школы Бенджамина Грэма, на основе этого вырос. Поэтому, естественно, биткоин – это нечто новое. Биткоин используется для другого и, естественно, не попадает в картину мира Баффета. Поэтому он и гроша за него не даст. С другой стороны, если мы берем Баффета, что биткоин дает прежде всего децентрализацию. То есть, независимость ни от одного финансового учреждения в мире, по сути. То есть, ты можешь передавать людям, ты можешь хранить все это дело в холодных кошельках, если не на биржах. И он выступает, биткоин имеет все признаки, которые есть в золоте. Золото, чем и хорошо, тем, что китайцы, американцы, россияне хранят золото, но это общий эквивалент стоимости чего-то. Само золото, ну что такое золото? Вот что ты там, золотые зубы себе можешь поставить, ты же можешь керамику поставить вместо этого. То есть, золото – это тоже символ. Символ того, чего не хватает в природе, его мало. А поскольку его мало, оно имеет стоимость. И вот эта стоимость, она, ну, имеется как бы себестоимость добычи золота. Сейчас она в мире в среднем 1200 долларов за унцию. Торгуется она вот, в последние торги были закрытие 1800. То есть, они где-то тут маржу имеют. Они там маржат то больше, то меньше и так далее. Но она никогда практически не уходит ниже себестоимости, потому что золотодобытчики начинают разоряться. И в какой-то момент, когда они разорились, опять навес из продавцов золота уходит, и цена опять восстанавливается. То же самое с биткоином. У биткоина есть себестоимость добычи. Такая же, как у золота. То есть, вот эти майнеры, которые майнят, у них себестоимость эти асики, плюс электричество. Схожий метод, как добывается золото и потом переплавляется. И у них там себестоимость где-то сейчас граничит у разных, ну, там, 15-18 тысяч долларов за биткоин. То есть, мы сейчас находимся по биткоину где-то на грани вот этой себестоимости по многим. Поэтому сильно ниже он уйдет, может уйти, да, но обанкротятся там майнеры и в какой-то момент опять восстанавливаются. То есть, это у нас квази-эквивалент золота. Баффи, кстати, в золото тоже не инвестирует, если ты не заметил. Он бы тоже сказал, и гроша бы не дал, но он старой школы, и он не может такого сказать, что золото типа это как-то... Золото легко продать, да. Да, он скажет, я не инвестирую в золото, он всегда это говорит, потому что не дает денежный поток. Да, да. Вот, и биткоин не дает денежный поток, и ему нет смысла. Поэтому, как бы, на бафе-то, смотрите, это только если ты полностью разделяешь его, как бы, мир, и тебе 92-93 года. Вот. Об этом уже, кстати, многие экономисты говорят. Чем старше ты становишься, тем тяжелее тебе принимать новые технологии, новые вещи. Молодежь, наоборот, она не хочет золота, она хочет биткоин. И, как бы, это интереснее, потому что золото ты с собой в кармане, там, слиток не привезешь, допустим, на 2-3 миллиона долларов. А биткоин позволяет это сделать. То есть, у тебя есть, ты можешь в облаке держать эти ключи где-то, да, доступ к твоему царству миллиардов. И путешествовать по миру с одним ноутбуком и парой трусов с носками. Но при этом ты приезжаешь в Таиланд, взял кусочек биткоина, отколотил, да, от своего там состояния, пошел, поменял их там на 50 тысяч долларов, и все, ты год живешь в Таиланде и радуешься жизни. Попробуйте сделать там с акциями. Плюс это децентрализация, в отличие от акций, там, в интерактив брокерс, ты, там, не понравился, ты, там, с российским паспортом, иди нафиг, или, там, заморозите активы и так далее. То есть, биткоин, вот, поэтому мы инвестируем, что, во-первых, его ограниченное количество, его нельзя как доллар напечатать, там, во-вторых, он децентрализован, его можно перевозить туда-сюда. И это в какой-то момент сыграет свою шутку злую для многих неверующих в это все дело. И в какой-то момент мы с вами увидим, то есть, мы увидим однажды с вами стоимость биткоина в миллион долларов, и даже, может быть, еще на нашей жизни мы увидим стоимость в миллиард долларов за одну штуку. Это вопрос просто времени, когда это случится. Да, ты оптимист такой по биткоину. Ну, я понимаю, что биткоин, да, это как такое цифровое золото, но, в целом, ты, то есть, ты сказал, что биткоин не дает никакого дохода. То есть, вот, по факту, как золото, как бы купили его, и все. Но, как я знаю, у тебя, да, при покупке крипты ты все равно получаешь какие-то дивиденды, да, то есть, условно, у тебя крипта стала приносить доход. Да, смотри, можно сделать из биткоина некий денежный поток, можно это сделать, и я делаю. То есть, у меня есть биткоины, которые чисто в резерве лежат, знаешь, как вот Центробанка, все, никуда их не девает. А можно дать, условно говоря, Центробанк, можно дать эти слитки, условно, Китаю под процент какой-то, но там под жесткими контрактами государственными и даже под залогом. И я просто часть своей крипты даю в так называемом пулы ликвидности, то есть, я даю просто свой биткоин против доллара и на какую-нибудь децентрализованную биржу, и там торги по ним проводят. То есть, я даю свои активы, чтобы они их могли торговать. И доллары мои, и биткоины мои, и эфиры, и так далее. И я получаю каждый месяц эту комиссию. Во-вторых, ты можешь обернуть свой биткоин в какой-нибудь, я сейчас понимаю, что сложно будет, но ты, хорошо, упрощу до максимального. Простите, криптопрофессионалы, сейчас я прям совсем для новичков. Ты можешь биткоин свой преобразовать в другой актив, и преобразованный биткоин в другой актив положить, допустим, в стейкинг, то есть, на депозит, условно говоря. В стейблкоины какие-то. Ты можешь их в стейблкоины перевести, в эфир можешь перевести, в любую другую, и получать на них проценты определенные. То есть, ему можно сейчас криптомир децентрализованный, он настолько быстро развивается, что там нужно и стейкинг, то есть, на депозиты положить, а можно биткоин кому-то в залог дать под это получать. То есть, кому-то нужен биткоин, ты ему даешь, там, не знаю, условно, 3-4 процента, когда выйдет. Питупи биржа такая. Это даже, ну, типа того, да, но там жестко-контракт, привязанный к контрактам, и все. То есть, можно преобразовывать, можно с этого получать доходы. То есть, можно в заем давать битки? Битки и брать можно в заем битки. То есть, например, у меня есть биткоины на миллион долларов, условно. У меня есть на миллион долларов. Допустим на миллион долларов у меня есть. А вот тут квартира появилась в Дубае за 200-5000, как ты говоришь, недостроек, которая стоит 500-000. Что я делаю? Я не продаю свой биткоин, потому что я верю, что он будет стоить миллион долларов. Зачем, да? Я беру свои битки, иду на децентрализованную, еще раз, криптобиржу, не централизованную, типа Binance, где она завтра закрылась, даю свой биткоин под жесткий контракт, он делает смарт-контракт, свои битки, получаю за них USDC или USDT, этим USDT здесь вывожу через обменники в местные Дирхамы, покупаю квартиру, все, потом квартира вырастает через полгода, продаю за полмиллиона, беру из них 250 тысяч обратно, свой залог выкупаю биткоинов, получаю свои те же количества биткоинов, кладу их обратно в резервы. В целом я разделяю твою точку зрения в этом плане, потому что я считаю, что для инвестиций, недвижимость, все же кажется, что нужны какие-то миллиарды или миллионы долларов, на самом деле важно иметь плечо, хорошее кредитное плечо, чем больше тебе дают кредитного плеча, и чем больше ты разбираешься в рынке, тем больше возможностей у тебя есть для заработка. Потому что, если ты понимаешь, что ему тебе дают деньги в долг, банки, физики дают деньги в долг, ты знаешь, как их приумножить, просто они тебе, долговые все эти расписки, они же не имеют большого количества процентов, потому что считается низкорискованной все равно определенной инвестицией. А уже инвест там в какие-то крипту, в какую-то там недвижимость, это уже там высокорискованная инвестиция. Ну, выглядит рискованно, но на самом деле логично, потому что по факту это та же ипотека. Ну, если вот для нашей аудитории, да, по факту это та же ипотека, просто цифровая, вот, и уже на децентрализованной бирже. А ты сказал, что Binance опасно, нет активов сейчас у тебя на Binance. Как ты относишься к централизованным биржам? Вот сейчас стоит ли там сейчас держать что-то? Нет, конечно, я там не держу, там какие-то маленькие суммы для вас, не критичные, можно держать, но в целом, если мы говорим по постепенному увеличению объемов инвестиций, допустим, ты собираешь биткоин, собираешь там, я каждый месяц покупаю, по чуть-чуть, по чуть-чуть покупаю, но никогда не храню их. Почему на Binance? Потому что в любой момент лицо у тебя не той национальности, паспорт не той национальности, американский Минфин надавил, понимаешь? И тебя просто берут и морозит твой счет. Это первое. Второе, сейчас Минфин копает под Binance, конкретно копает, они хотят его завалить. Это прямо чувствуется, это будет непросто, потому что Binance рассредоточен тоже, у него там, по-моему, штаб-квартира в Дубае находится, есть отдельно в Америке. Но вот Минфин, как видят это мастодонт и Binance, пытается его завалить, и будут пытаться там этого СИЗИ, основателя, основного акционера, они уж там его в суд вызывают, то есть они пытаются его тоже закрыть. Потому что вообще крипто-система, все это опасно для мирового господства доллара, мы сейчас немножко идем в такое, ладно, короче, доллару и от этого плохо. Поэтому, если у тебя централизованная биржа, то в любой момент либо тебя закроют, либо ее закроют. И вот недавно там OKX есть такая биржа, тоже достаточно крупная. У них там сервера полетели где-то в облаке, и они на несколько дней не дали выводить деньги. Они обанкротились. Слава богу, нет, но FTX там обанкротилось. А, вот, FTX. А есть OKX. И как-то тебе говорят, извини, брат, у нас типа сервера полетели. А ты думаешь, у тебя сервера полетели, или ты пытаешься пока три дня у тебя есть бабки мои вытащить, понимаешь, и куда-нибудь на Багамские острова свалить. То есть, поэтому централизованные биржи, они обречены, к сожалению. Поэтому нужно где централизованные биржи, и то там не держать. То есть, ты там можешь смарт-контракты делать, смарт-контракты не зависят от владельца, конечно. Там есть свои тоже проблемы. Через холодные кошельки в целом. Как меня сейчас объясняют, что основные активы крипту лучше хранить в холодных кошельках, типа там Trust. Да, ты просто берешь, коннектишь его к бирже, делаешь своп, обмен, и обратно себе как бы. Протом это автоматически делается. То есть, она не попадает даже ни на биржу, не попадает владельцам этой биржи. Никаким образом все. Может, все-таки биткоин, наконец, придет цифровой рубль? Нет, цифровой рубль совершенно другая вещь. Любая цифровая валюта, которая будет введена в будущем, и рубль, и юань, и доллар, это только для тотального контроля государства над расходованием средств. Я знаю, какие-нибудь положительные моменты можно бюджетные средства видеть. Кому они зашли, от какого чиновника и куда поступили. А с другой стороны, всегда можно заблокировать тебе все. То есть, цифровой рубль позволит государству, МВД, в любой момент просто выключить тебя из финансовой системы. Вот, Виктор Зубик, вы обвиняетесь в том, что не заплатили налогов. Мы парализуем все ваши счета, потому что у вас цифровые, все кошельки, где мы не находились. То есть, с ним ты в Таиланд уже не полетишь, понимаешь? Типа такой, о, пролетел, у меня цифровой рубль, я могу здесь. Не можешь. Они просто центрально выключат тебя. Этим свойством обладает текущий USDC, например. Они также могут тебя выключить. USDT, они тоже могут конкретно тебя, твой кошелек, выключить тоже. Если он не холодный. Даже если он холодный. Ты просто с него ничего не сможешь перевести. Они просто пишут в контракте, что такой кошелек больше в системе не обслуживается. Все, ну, они морозят его. А биткоин не могут так. Непросто все, непросто. Да. Что нас ожидает в 2023 году, на твой взгляд? Ну, то есть, каким ты его видишь и каким, как ты выстраиваешь свою стратегию? 2023 год будет, на самом деле, одним из, возможно, поворотных. Возможно, для России в целом и для российской недвижимости. Потому что ситуация все пока уходит больше в тупиковую. И, то есть, мы не видим, как вот если мы говорили, чисто инвесторы. Активы не настолько дешевые, чтобы их покупать, имея тот риск, который ты имеешь. Риск колоссальный сейчас. Инвестиции в Россию, он колоссальный. Но, говорю, нету отдачи той. То есть, если ты видишь, допустим, недвижимость, например, у кого-нибудь метро. У метро Беляева сейчас бы двушечка стоила бы 5 миллионов рублей. Ты его взял? Беру. Вот, да. Вот этот момент. То есть, когда ты говоришь, что да, страшно до усрачки, но такая цена, что я готов рискнуть. А у тебя обратная ситуация. Рисков, полный вагон и тележка, а цены высокие. Космические, да. Цены очень дорогие. То есть, с точки зрения инвестиций, даже трейдинга, это бред. То есть, на мой взгляд, сейчас наилучшая такая фаза, это придержать кэшика. Желательно его диверсифицировать. Можно и рублями что-то подержать, но можно и по валюте подержать. И просто ждать. Ожидать будут сейчас многие. На этом фоне могут, если мы говорим про твою специальность, недвижимость может снижаться. Акции могут плавно, они сейчас там во флете стоят. И ждать. Все. То есть, мы сейчас, 23 год, не только для России, а мировой, это вот все ожидают кризиса. Ну, как минимум, даже не кризиса, а как минимум рецессии. То есть, немножко небольшой спад экономики. Активы на этом фоне не растут. Высокие ставки ФРС. Никто не покупает акции, когда высокие ставки ФРС. И вот надо ждать перелома. Когда он наступит, сложно сказать, весной уже, или летом, или к осени ближе. Но вот я сейчас что делаю? Я сейчас вот прямо собираю, собираю, собираю кэш. Там какие-то минимальные какие-то инвестиции. Но в основном я вытаскиваю все, что есть. Все, что генерирует денежные потоки, все вытаскиваю, аккумулирую. То есть, надо покупать тогда, еще раз, когда тебе страшно, еще раз, до усрачки. Но активы настолько дешевые, что нужно рискнуть. Я согласен, потому что мои две сделки в 22-м году были это май и сентябрь. Здесь я с тобой соглашусь. И с точки зрения стоимости активов, действительно, они очень сильно переоценены. И 23-й год обещает быть довольно странным, наверное, скорее всего. Я от него ничего такого принципиального не жду. Но ставки-то ФРС будет снижать? Узнаем скоро. Ну, сейчас инфляция пошла вниз, вроде как. Поэтому они, скорее всего, поддержат ее. Я думаю, что первые такие разговоры могут летом пойти о том, что мы, наверное, уже достигли пика. Тут вопрос даже никогда не будет снижать. А когда господин Пауэлл скажет, ну, мы считаем, что где-то уже мы достигли пика. И, возможно, намекнет, что, может, ставки пойдут вниз. Это будет поворотная точка, после которой можно спокойненько затариваться. Как тебе новая обложка за экономист? Какая? Не смотрел? Нет, нет. Нет, нет. Ну, тогда тебе отдельно надо будет ее там поизучать, посмотреть. Потому что все там как раз в обложке видят эти там 2%, что вроде бы мы вернемся на инфляцию в 2%. Потому что я даже думаю, что если ставка ФРС будет снижаться, но все-таки чем дешевле ипотека, тем выше ценная недвижимость. И в Дубае сейчас же ставка на ипотеку 5,5%. Она была там в районе 3%. Ставка-то растет и, может быть, это тоже положительно повлияет на рынок. Какой бы ты совет новогодний, в начале года, дал бы нашим подписчикам? Сейчас она просто успокоится максимально. Впереди у нас будут очень интересные времена в следующий месяц. Я думаю, очень интересные. Поэтому надо прежде всего успокоиться. Нельзя делать инвестиции на фоне панических настроений. Нужно заранее немножко продумывать, видеть это. Потому что когда все побежали, это уже, скорее всего, не надо бежать. Надо было бежать чуть раньше. Ну, покупать, допустим, недвижку или какие-то акции и так далее. То сейчас прежде всего накопите кэш-подушку. Она вам в любом случае понадобится. Либо инвестиции покупать, либо еще что-то с этим делать. Либо просто, чтобы было на что поесть. Потому что работы можно лишиться. Еще чего там. Девальвация случится. У вас там все в два раза подорожает. Поэтому просто сейчас кэш. То есть до весны максимально скопите кэша. И который, возможно, в следующем году, там, не знаю, в июле, в августе, когда рынок еще подупадет, может, куда-то, этот кэш вы задействуете. То есть пока вам не страшно, не инвестируйте. Самый главный признак – это страх. Чем более страшно, тем лучше инвестиция. Последний вопрос. Кэш, ты говоришь, виртуально стоит доллар покупать? Там, на Тинькофф, в Сберии? Или все-таки идем в банк и кэш РБК, да, ищем выгодный курс и покупаем наличку? Нет, у тебя, видишь, риск покупки доллара на брокерский счет или там на банковский – это риск санкций банка, либо санкций на НКЦ. НКЦ – это у нас национальный клиниговый центр, который, собственно, проводит все эти конвертации. То есть на бирже, когда покупаешь, это все там происходит. Даже ты, когда в банке покупаешь доллары, часто банк тут же их покупает на бирже. То есть такая связка идет автоматическая. То есть доллары и евро – это опасно хранить их в России сейчас, к сожалению. Поэтому многие выводят их просто за предел, за периметр России, пускай в Казахстане или там Армении, еще где-то там лучше хранить. То есть если мы говорим про Россию, если хочешь далеко не уводить деньги, то лучше, наверное, юань прежде всего хранить. Либо как вариант использовать чуть дальше крипту, если ты чуть более прозорливый. То есть можно чуть-чуть денег хранить USDT, USDC и так далее. Вот таким образом. Супер, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.